У меня такой вопрос. Нужно ли нам верить в пользу от вегетарианства, отказа от алкоголя и воздержания? Стоит ли практиковать все это, чтобы поддерживать тело в форме, чтобы сделать 11-минутную крию более эффективной? Именно об этом я и говорил. Почему даже питание связано с моральными ценностями? Еда нужна телу. Есть нужно то, что подходит этому телу. Но вы говорите о том, чтобы сделать из еды привычку. Не существует хороших или плохих привычек. Привычка означает, что вы действуете без осознанности. Нет ничего хорошего в том, чтобы функционировать неосознанно. Потому что главное отличие человека в том, что мы способны действовать осознанно. Быть человеком прекрасно потому, что мы можем делать все осознанно. Все то, что животные делают неосознанно, мы можем делать осознанно. Мы можем есть неосознанно или же осознанно. Мы можем дышать неосознанно или же осознанно. Что бы мы ни делали, мы можем делать это осознанно. Когда мы поступаем осознанно, мы сразу же преображаемся в очень благородных и чудесных людей. Если вы просто ходите и разговариваете осознанно, разве это не делает вас прекрасным человеком? Да или нет? Вот и все. Тогда почему же мы пытаемся создавать привычки, как будто это что-то хорошее? Привычка означает фиксированную реальность, когда вам нет необходимости думать. Вы просыпаетесь утром, и все происходит само собой. Нет, не пытайтесь автоматизировать свою жизнь. Это нельзя назвать эффективностью. Это эффективность машины. Человеку предназначено действовать разумно и осознанно. Человек не должен функционировать как машина. Что же касается еды, еда должна подходить вашему телу. Потому что мы питаемся ради тела. Пища, которую вы едите, это строительный материал для тела. Сейчас, к сожалению, понятие правильного питания исказилось. Раньше, в Индии, мы питались очень разумно. Но за тысячу лет вторжения появилась другая культура еды. И сегодня национальную диету составляют либо пицца, либо паста. Они соревнуются за лидерство. Мы теряем чувство здравого смысла в том, что касается еды. Пора понять, что является наиболее подходящим для вас. Если я буду в подробностях все рассказывать, это займет очень много времени. Экспериментируйте с едой. Не только со вкусовыми ощущениями, но и с тем, как ощущает себя ваше тело. Съешьте что-нибудь и понаблюдайте. Научитесь наблюдать, насколько активно, насколько энергично тело чувствует себя после той или иной еды. Если вы чувствуете, что умираете, это плохая еда. Если после еды вы чувствуете, что хотите жить, кроме кофе, потому что кофе оказывает стимулирующее воздействие. Если после того, как вы съели что-то, ваше тело чувствует себя живым и активным, это хорошая еда. Вашему телу она нравится. Если вы что-то съели и чувствуете себя вялыми, оно с этой едой не справляется, и поэтому чувствовать себя вялым. Вот на что стоит обратить внимание, если говорить об этом поверхностно.